Всем доброе утро. Куда мы идем? Идем. У меня муж вынулся. Подождите с завтраком. Куда-то нам надо заехать и пойдем завтракать. Чарли уже с ним убежала. Это мой такой сегодняшний лук, скажем так. Ну че, поехали? Даже тапочки одинаковые с шортами. Я не только проснулась, но я только встала с кровати. Так что бегом-бегом. Ну, как-то позвонили. Либо как, либо так, либо не так. Хорошо. Надо пользоваться моментом. Так что оставайтесь на связи. Встретимся с вами через несколько сих. Мы уже позавтракали. Там в баре, короче, ну знакомые работают. Чарли моего злили. Как говорится, они развлекались этим. Он на них гавкает. И они его... Им нравится, как он гавкает. Странно. А еще у моей машины какой-то звук появился. И вот еще один знакомый там смотрит, что за звук. Механик один знакомый. Что это такое. Так что мы пока гуляем. Ты моя радость, да. Злю, как сказать. Злит меня все и злят. А я смеюсь, говорю, конечно, на привязи того все это. Когда он на привязи, вы все отважные. Говорят, сейчас как отвяжу, сейчас лопает тебя. Опять в том же месте, как и на той неделе. Футбол. Вчера, кстати, представляете, играла граната с Барселоной. И граната выиграла. Ну надо же. Неожиданно. Футбол. Я, конечно, не любитель футбола. И не очень его понимаю. Хотя в детстве играла в футбол. Ну, в школе. В школе. И любила играть. Ну, мы там несерьезно же играли. Так, знаете, лишь бы по воротам попасть. Бегать за мячиком. А так. Я любила в пинг-понг играть. На стольный теннис. Вот это вот, да. Я даже на соревнования ездила. Даже побеждала. Представляете. Вот это я любила. Наверное, единственный вид спорта, который я любила. Поехала моя Бибика. А мы идем гулять. Мамо. Что-то Чарли не очень этот парк любит. Набережную. Не знаю. Почему сегодня хотела на пляж поехать? А там у нас шторм. Вообще. А я хотела на пляжик сходить, позагорать. Говорю, солнышко светит. А ветер такой прохладненький. И белые садки на море. Там вот проехал электрический. Вот это не самокат, это какой-то прям мотоцикл целый. И вы знаете, смеюсь, иду, вспомнила. Где-то неделю назад, или может быть даже полторы, по телеку смотрела. В общем, передавали, что одну женщину оштрафовали. Что-то евро на 100 или на 200 даже. За что? В общем, она ехала на этом самокате по городу за аварию. На таком самокате электрическом. Представляете, авария? Она врезалась в дерево. Так не просто врезалась, она в нетрезвом состоянии. То есть, ехала женщина пьяная. Вот по такой дорожке. Это для велосипедистов. В нетрезвом состоянии. И впендюрилась в дерево. Как это возможно? Я вообще не понимаю. И ее оштрафовали. Полиция за... Нет... Как это? Даже не знаю, как это сформулировать-то это. Да? За вождение... За вождение самоката в нетрезвом состоянии, что ли. Или как? Представляете? В дерево. Сама. Как так можно? Что у нее за состояние такое было? Вообще, наверное, там... Ой, никуда и никак. И смешно, и вообще... Хотела бы я на это посмотреть, как она ехала. Ехала и в дерево впендюрилась. Но это, знаете, смех-то смелый. Но хорошо хоть в дерево, а не куда-то там еще. И не в кого-то там, да? Чтобы машину в какую-нибудь могла бы врезаться. И тогда бы ей, пиши, пропало. Много велосипедистов. Хорошая погода. Такая непрохладная. Ой, не жаркая для спорта именно вот оно. Хотя там вот на пляже прям люди с зонтиками сидят. Ну, не знаю. Ветер, видите, дует. Смотрите, группа людей ходят, собирают бычки. Ну, это, наверное, добровольная какая-то акция. Они ходят там, собирают бычки. Вы знаете, очень бычки от сигарет. Очень вредные. Потому что их едят животные. И там же одна трава. Я когда курила... А я курила, кто не знает. Я была заядлой курильщицей. Курила лет 10. Очень много курила. Но, когда я ездила на пляж, у меня всегда была такая... Ну, либо стаканчик, либо бутылочка. Куда я выбрасывала свои вот эти вот бочки. Вообще, курение, это, конечно, вред. И сейчас это не модно. Так что даже не начинайте курить. Кто думает курить. Это вообще никакого... Никакой пользы, никакого удовольствия. Вообще ничего. Просто потом... Это так трудно бросить. Ужас. Вот, смотрите, наверное, тут... Вон их сколько много. Людей собирают. Ветер с моря ду. Ветер с моря ду. Надеюсь, вы меня слышите. Видите, собирают. Я бычок подниму, горький дым затяну. Люк открою, полезу домой. Да. Лимпеса де плая. Ну что, молодцы. Что могу сказать? А товарищи отдыхающие, не бросайте, пожалуйста. Бычки, не мусор, не пластик. Я вот сейчас везде читаю, сколько он разлагается. Это что же будет с планетой через 20-30 лет, да? Несмотря уже там на 40-50. Если оно разлагается там по 500, по 1000 лет. Представляете? Это вообще жесть. Там вот на пляже тоже ходят, собирают. Вы знаете, я бы тоже пошла, пособирала. Но я не знаю, откуда, вот как узнать о том, что вот люди идут и собирают. Я не знаю, где они берут эту информацию. В интернете говорят. В фейсбуке, блин. Больше, чем я в фейсбуке. По-моему, никто не находится. И в социальных сетях. Ну, я, как говорят, как здесь говорят, но энтеро да и надо. Вообще ничего не знаю. У них никакие слухи не доходят до меня. Поэтому вот я бы с удовольствием пошла и поработала, пособирала бы. Что, какая мне разница? Та-дам! Смотрите, куда я приехала. В русский. Сейчас мне нужна гречка. Вот она. А у нее какая-то была со скидкой. Сейчас я у нее спрошу, есть она или нет. И буду выбирать что-нибудь. А, вот это, по-моему, подешевле, что ли. Что-то если три берешь. В общем, сейчас будем разбираться. Потом вам покажу, что купила и где. Купила вот такой рожок вкусный. Там еще гречку. В общем, сейчас покажу. Оставила мужа с сестрами в баре. Сейчас пойдут к ним. После мороженого можно и пиво попить. А еще взяла кукурузные палочки. Вкус детства. Там столько вкусняшек. Я бы пряники взяла, их обожаю. И конфетки, и зефир. Но я вздержалась. А мороженого нет. Я так и знала, что я его куплю. Что делать? Ладно, поехала я. Искать их. Все-таки в Аль-Монекаре еще очень много народу. Я не нашла, где припарковать машину. Поэтому мы отсюда... В общем, сваливаем. Вообще негде. Я уже 15 минут или 20 кружусь. Позвонила им. Говорю, так, как говорится, закрывайтесь. Поехали нафиг отсюда. Я говорю, не приехала. Не для того, чтобы вы там сидели, пили пиво и кушали. А я тут буду искать парковку. Целых три часа. И весь бензин потратить. Это вообще нет. Смотрите. Несмотря на то, что Кристина сказала, что народу мало. В общем, мы отсюда сваливаем. О, лилюя. Мы опять уже в Салабрине, где я работаю. Я работаю там за этими домами. Поехали. Тут в этот красный бар. А я вам хочу показать, как море разбушевалось. Вообще прям такие страшные волны. И, по-моему, оно еще больше будет бушевать. Море волнуется раз. А были мы вот в этом городе, который вот напротив. Видите, дома стоят вот эти. Вот там мы были. Это Альмунекар. А это Салабриня. Все рядышком. Время, правда, уже позднее. Еды уже нигде нет. Мы приехали в один бар. Нас там чисто прям вот, знаете, демонстративно оттуда попросили. То есть мы сели за стол. Они сказали, здесь пятером нельзя. Сели за другой стол. Но я уже разозлилась, поэтому я не села. Там сказали, а здесь только едят. Какой едят в 4 часа. В Испании я вам говорила, что здесь лежим. И в 4 часа здесь уже почти никто не кормит. Закрывается кухня. Поэтому приехали в другой бар. Ветер такой, не знаю, слышно меня, не слышно. Надо мне новый повесить. Мех, скажем так. В общем, представляете, прям. Я вот так и говорю, подними. Неужели вы не видите, что нас отсюда просят? Лапа моя лезет. Мамка пришла. Мамка там, в общем, ведро помойное вымыла. Мусор вынесла сегодня. Ну, я, то есть. А пакеты все время рвутся. И все вот это вытекает. Потом воняет. В общем, вымола. Стиралка стирается. Надо вот эти, кстати, холодильники все уже отнести наверх. Ну, когда мне крышу сделают. На этой неделе, кстати, уже обещал муж сделать крышу. Вот уже притащил там какой-то дрель или не дрель. Я уже принесла его стул, занесла наверх. Подушку надо сдуть. Мою пляжную. Этой подушке уже года четыре, наверное. И она вот хорошо мне помогает. И стул. Вот когда она крышу сделает, надо тоже занести. Да, моя ревость ледкая. А это мои покупочки. Что я купила в русском. Магазинчики. Вообще, это была моя идея поехать в Альмунекор в русский заехать. Вернее, как, я сегодня утром говорю мужу, блин, мне бы в это, что-то я не помню, что, в русский надо. Он говорит, давай, ехай, я тебе дам десятку. Вот, я ему говорю, давай мне уже двадцатку. Он говорит, ну ладно, на тебе двадцатку. У него там колым был где-то, в общем, надо с него денежку выцвить это. И он мне дал. И вот я купила чай. Это зеленый чай Гринфельдс. Ну, вы, наверное, знаете все. Зеленый, с ароматом японской айвы, имбирем и растительным компонентом каким-то. А это чайный напиток со вкусом и ароматом винограда. Ой, что-то я не такой хотела выбрать. И лишь такой. В общем, вот такой какой-то взяла. Почему-то я думала, что я выбирала другой. Ну, ладно, и этот пойдет. Я чай люблю. Главное, что это, по-моему, без кофеина, да, раз чайный напиток. Состав надо посмотреть. А, вот, да. Потому что взяла, потому что здесь гибископ. Измельченные плоды шиповника. Яблоко сушеное. Натуральный ароматисатор, в общем. Смотрите. Сладкие кукурузные палочки. Сейчас буду лопать. Знаете, сколько я их не ела? Очень долго. Что я даже не помню, когда я в последний раз их ела. И тут что-то в поиск вспомнилось. В детство вспомнилось. И захотелось. Еще были здесь, ну, вернее, не скидки, а как предложения, наверное. Берешь три пакета крупы, и они выходят все по евро пятьдесят. Обычно гречка у нас стоит два шестьдесят, по-моему, или даже три шестьдесят. На одном пакете должен быть. Нет, не было. Три шестьдесят стоит пакет гречки. А здесь вот по предложению она говорит, три пакета и по евро пятьдесят каждый. Ну, я взяла две гречки, потому что всегда надо. И горох. Гороховый суп очень люблю. Надо, кстати, сделать, может быть, даже завтра изобацию. Посмотреть. Знаете, я бекон копченый покупаю. И вот с ним делаю. Муж, кстати, его очень любит. Наверное, на завтра я изобацию. У меня там есть горох. Но я купила на всякий случай, чтобы, ну, не три гречки. Потому что гречку я одна ем, и очень много ее. И вот такие у меня покупочки вышли. А, ну, еще мороженое пломбир съела. Но как без него? Ну, это я вам пока мой оба показывала, уже не помню. У меня стирается спортивная одежда. Потому что на завтра надо, чтобы высохнуть. Потому что погода не понять какая. То ли снег, то ли дождь. Снег. Скажу так скажу. Блин. Уже, знаете, босиком ходить прохладно. И надо где мои тапки. В общем, вот такие у нас дела. Сейчас заварю себе зеленый чай. Кукурузные палочки. Смотрите, какой ветер. Кукурузные палочки. И надо вот это тоже убрать. Вчера разложить надо. Сейчас. Сейчас быстренько сделаем. Ну, все. Я вышла уже из душа. Как вы видите, сделала себе масочку увлажняющую. Ой, что там такое показывают по телевизору. Здрасте какие-то. Кто-то кого-то, ой, блин, избил. В Китае, что ли, не пойму. В Китае. Это Китай, смотрите. А что там творится в Китае? Мамочки, протесты какие-то протестуют. А что в Китае протестуют? Что там протестовать? О, китайские буквы. Может, и Япония. Фиг его знает. А я смотрю там у Китая. Что там все цивильно. Ну, надо же. Ладно. В общем, все везде сделала. Мне завтра надо с утра пораньше проснуться. А куда? Об этом вы узнаете завтра. В завтрашнем блоге. Так что подписывайтесь. И будьте на связи. А это уже какой-то Иран. Будьте на связи. И встретимся с вами завтра. Всем пока-пока. Ти моя лапа. Ти моя радость. Скажи всем пока-пока-пока.